Вневедомственная охрана является структурным подразделением Министерства внутренних дел России, предоставляющим услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан с охранением должностных функций полиции. Межрайонный отдел вневедомственной охраны по Кингисепскому району осуществляет охрану объектов на территории Кингисепского и Сланцевского районов. Для организации охраны широко используются технические средства, съем информации, из которых осуществляется посредством существующих каналов связи, например, через телефонную сеть. Информация с технических средств охраны поступает на пункт централизованной охраны и обрабатывается дежурным персоналом. Мы общаемся очень много с людьми. Есть такие случаи, бывает, что звонят нам. Работа заключается охрана объектов, квартир, КТС, если нажимают. Вот, бывают такие случаи, что на КТС вызвали, выехал на ряд, задержание произвели. Такой случай, что женщина, мы охраняли квартиру, ей было очень плохо, она обращалась на пульт, было для того, что девочке, мне плохо, пусть кто-нибудь приедет, вот мы выезжали к ней на квартиру. Скорее всего, за ночь. За ночь, да, много. Сегодня смен сейчас ушла, у нее было за ночь пять тревог. О работе отдела рассказал командир взвода роты полиции межрайонного отдела вневедомственной охраны по Кингисепскому району капитан полиции Ставицкий Александр Михайлович. В чем заключается наша охрана? Значит, наша, так сказать, реакция на вот эти вот вызовы. В случае поступления сигнала тревога на пульт, где, я надеюсь, вы уже побывали, да, вам там тоже кое-что сказали, наряд ГЗ, значит, дублирует, значит, получение информации по радиостанции и прибывает на объект. Значит, выясняет там обстановку, вот, у нее соответственная документация. Мы также патрулируем по, значит, разработанному маршруту по улицам нашего города, выявляем административные правонарушения и преступления. Ну, наверное, в первую очередь преступления, потом административные правонарушения, согласно значимости. После чего, значит, составляем протоколы административные либо на месте, либо доставляем дежурную часть. Ну, основными, как бы, преступлениями являются, это, кража, 158-я первая статья, 116-я первая, это повои. Ну, а правонарушения, в основном, это, как бы, появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения, это статья 20-21, ну, и распитие. Особенно, вот, летний период, это, как бы, такое значимое правонарушение было. Продолжение следует...